Мы опять в Икее, потому что мы готовили поки, и у нас были не очень удобные чашки. Нам нужно купить чашки для поки. Чашки и вазу для авокадо. Возможно, еще какие-то две тарелочки надо. Вот они все тарелки. Что-то типа этого может быть. Я хочу именно белую. Мне нравится белый цвет, я хочу именно белую. Ну, здесь вот только вот эта вот чашка. Это она же? Наверное. Да, это эта чашка. Глубокая. Цена 299 рублей у нее. Вот это было бы, конечно, супер. Да нет, это салатница. Ну, это миска. Такие миски у нас есть. Ну, и больше белого я не вижу. Много различных белых вариантов было в приложении Икее на сайте, но их по России нет. И теперь, наверное, вряд ли они будут, если это делается не в России. Ну, выбор небольшой, на самом деле. Только одна тарелка, белая, глубокая. Может, посмотреть другой вариант цвета? Какая пошла-то? А, ну вот. Ну, так это она же, только другого цвета. Нет, у нее форма другая. Цена такая же. Цена такая же, 299 рублей. Вот такую вот я нашел, белую. Ты там что, тележку храняешь? Да. Вот такую я белую нашел, но она маленькая. Она маленькая, но меньше даже, чем те, которые у нас сейчас. Ну, она шире, я имею в виду, в разверхе. А еще есть вот такая вот. Но она, по-моему, у нас такая же есть. Да. Вот большая. Для салата мы такую брали. А может, не такую. Такую, такую, а не возьми. В общем, тарелок нет. Решили пока здесь взять колпак для микроволновки. Наш уже подысхудал. Ну, я уже посмотрел, что маленьких чайных ложек до сих пор нету, да? Потому что их нет в России. Есть длинные вот такие ложки, которые для кофе доставать. Но это набор идет у них. А маленьких чайных в России нет. Как обычно, когда в Икеа, берем всегда вот такие салфетки. Они плотные, и они стоят недорого. Хотя они уже стоят сколько? 45 рублей. Раньше стоили там. 27, мне кажется. Ну и 30 рублей. Все будет дорожать. Чешь, куда надеваться-то? Ну, я расстроен, конечно, что чашки не нашли вот эти вот для поке. Ну ладно. Но их просто даже в России нет. Те, которые нужны были, их даже нет по всем магазинам в России. Вот мы пришли в ВАЗа. У Маши семечка авокадина стоит просто в рюмке маленькой. Вот хотим вазочку взять. Так она не залезет туда тебе. Так она мне не надо, чтобы залезала. А корни? Вот так воткну, и корни будут сюда. И семечка просто сверху будет стоять? Да. Сколько она стоит? 69 рублей. 59 же? 69. 69 можно взять такую вазу. Одну? Можно взять две. А вон, смотри. Вот это лучше, мне кажется. Нет? Слушай, я боюсь. Чего? Хотя, мне кажется, идеально будет. Нет, семечка может не войти, но она будет стоять. Она не то, что не войдет, я боюсь, чтобы она не провалилась. А если даже провалится, то что? Он должен либо в воде расти, либо в земле. Но семечки не должны намокать. Ну нет. Но тот, который у тебя стоит, она не провалится. Цена у нее 179 рублей. В отличие от этой, это прям именно просто, знаешь, для какого-то цветочка маленького. Семечек постоянно у тебя будет как-то вот ходить, наверное. Она стоит бюджетно. А эта стоит в два раза дороже. Три. 180 и 70. Ну да. Ну лучше, конечно, вот эта вот. Ну и как-то покрасивее, что ли. Давай вот эту возьму. Одну тогда. Еще одну. Давай, это она. Экономия во всей красе. Может, эту возьмем? Ну, на всякий случай. Зачем? Цветочек поставить какой-то. Какой? Ну, который ты мне подаришь. Ну, у нас есть куча стаканов 0,5. Из-под пива. Мы их используем. Вот вообще есть такая для бамбука. У нас такая и есть. В ней бамбук растет. Нет, я вот эту хотела. Может, такую взять? А слишком узкая будет. Узкая? Ну ладно, тогда вот это самое то. Это вот такие вазочки, видишь, для того, чтобы вставить что-то. Маша, он для яичка нашла. 200 рублей. Ничего. Тебе такая нужна? Или ты хотела ее посадить Леруа? Либо такую, либо покупаем кружку эсмарха. Сколько цена? Кружка эсмарха? Что такое кружка? Напишите в комментариях, ты знаешь, что такая кружка эсмарха. Ну, если ты надо, возьми. Ну, какой-то странный. Мне кажется, он симпатичный. А что такое? Это распрыскиватель, да, какой-то? Да. Вот, накачиваешь водой. А, это просто вот так прям держишь, и он... Вот так. Типа опрыскивать. Ну, вместо такого опрыскивателя. Такая бутылочка красивая. Зелененькая, стильная. А я вообще люблю такие, знаете, искусственные растения? Вот такие вот. И в нашем доме их нет, потому что Маша мне запрещает их покупать. А я хотел бы для декора что-нибудь поставить, где-нибудь, чтобы было вечно зеленое. А Маша мне запрещает. Вот. Какая мощная драцена. Блин, тут так много всего прикольного. У нас одна кастрюля такая? Нет, раньше продавался такой набор, там... А, из низка кастрюли. Кастрюля, да, и два ковчика. Сейчас что-то такого не видела. Такие мисочки хорошие, большие, для риса классно. Такие поддончики для запекания. Да и это просто как контейнер используется. Вот бутылочка. О, вот эти баночки прикольные. Слушай, нам же нужна мельница. Вот это да. А где тебе ее искать? Сзади, Дим. Нет, это не мельница. Смотри, это, короче... Нам нужна мельница. Я понял, это сюда уже молотые кладешь. Ты можешь... Молод ролик. На YouTube. Вот эту штуку можно снять и сюда мельницу прикрепить. Понимаешь, они как в контейнере. Так мельницы у нас две, и они заняты. Я понимаю тебя, тут мельниц нету. Пошли прямо, может, там есть. Я не хочу обратно возвращаться. В общем, Машу я оставил там, чтобы она со мной не моталась через всю Икею. И я пошел искать мельницу, потому что она была в самом начале. Мы вспомнили про нее слишком поздно. А мельница нам нужна для того, чтобы делать острую ядерную соль с перцами, которые мы выращивали на огороде в прошлом сезоне. Покажу подробнее потом. Вот она, та самая мельница, за которой пришлось идти через всю Икею и обратно. Теперь обратно к Маше. Я так понимаю, что у нас есть избранные люди, которые отказываются носить маски, которым это не нужно. Ну что ж, дай Бог вам удачи. Фу, блин. Иду быстрым шагом, аж в город пересохло. Так, вот здесь я оставил Машу. И где-то нам надо ее сейчас будет найти. Она где-то должна... Где-то должна сидеть нас ждать. Но вот куда она могла деться? Тут есть куча мест, где можно сидеть ждать. Маши здесь нет. Ну и как вы думаете, где я сказал, где ждать Маши? И где находится Маша? Маш! Я тебе где, сказал, стоять ждать. Ну там где-то, я тоже ждать. Там где-то. Ну там. Может, я возьму такую игрушку? На хрена? Чтобы она не забравая, сожрала. Не надо такого. Ну вот, вот такая. А зачем? Тут она на ее голову больше, чем эта игрушка. Точно? Ну хочешь, возьми. Ну что она с ней сделать? На ее откусите, все, возьми и побаловаться. Как обычно, я подрабатываю кассиром. Дима, кассир. Только быстрее. Все купите. Все? Да. Так, вы хотите получить чек? Только распечатать? Только поймаем. Ну не, только распечатать. На два раза, зачем? Давай посмотрим, появились и драни, которые здесь продаются. Еще возьмем сейчас шоколадку по-любому. Здесь очень вкусный шоколад. Какой шоколад? Обычный, молочный. Кстати, шоколадка раньше стоила 45 рублей, а сейчас уже 80. Шоколадка по-любому. Костя, это они? Да. Да? Да. Это драники? Да. Точно? Да. Ничего страшного. Там две отключения осталось в посуде. А почем они? Я 150 рублей по-любому. Их не было. Мне кажется, два-три, наверное, вообще. Какой? Мне кажется, их полгода вообще не было. Это драники, бомба. Бомба драники. Ну две, три, наверное, больше. Одно мало, а две нормально. Маша пошла шоколадку все искать с марципаном, небось, наверное. Да. Ты какую шоколадку взяла? Молочную. А я сказал, что с марципаном будешь брать? Нет, молочную обычно. Странно. Странная ты, однако. Маше еще перепала одна шоколадка, потому что по карте IKEA Family одна... Ты одну шоколадку за 100 рублей покупала сейчас? Одна шоколадку 80 рублей. А она купила за? Две шоколадки за 100 рублей. За 100 рублей, потому что у нее есть карта IKEA Family. И я купил две упаковки драников. Вот на том выпуске Маши покупали джинсы. Теперь пришли опять же сюда мне покупать джинсы. Я уже тут двое выбрал. Можно будет померить, попробовать. Такие стороны не хочешь? Нет. Может сразу пойдем, померяем? Вот еще. Решил я тоже широкие взять, потому что сам широкий стал. Вот и надо широкие джинсы тоже посмотреть. Два цвета. Серый и темно-синий взял. У меня не очень давно ногой открывать. Ну вот. Я не сказал, что они свободные. Они такие... Они прямые. Они обтягивающие. Не должны быть. Не должны быть. Они же не такими должны быть. Нормально-нормально. У тебя, кстати, такая же штучка есть, как у меня. Ха-ха-ха. Мне кажется, у них просто такая окраска всех. Дубль-2. Вот эти как-то по цвету мне больше. Но они по цвету лучше, чем серые. Просто у меня здесь вроде нормально, но они, видишь, свободные. Я могу их снять. Подписывайся на наш канал. Видишь? Они меня снимаются. Скисняешься? То есть это... Больше точно не надо. Ну что, какие-нибудь тебе нравятся? Да, нормально. Они хорошо сидят. На крайне у тебя ремень есть. Я просто отвык от джинсов. Я хожу очень долго в спортивных таких теплых. Летом хожу в тонком приколе бы в шортах. Я отвык от джинсов. У меня джинсы-то нет. Ну что? Пусть только они мне маленькие стали. А так нормально. Они лежат свободные. Я не нужен здесь лимит. Короче, вот эти надо брать. Все. Быстрая примерка. Самая быстрая вообще покупка в моей жизни. Джинсы. Ну вы помните из последнего видео, как мы быстро купили джинсы Маши. И, соответственно, джинсы мы купили сразу после первой примерки и мне. Маша в своих джинсах. А я выбрал все-таки темный цвет. Ну блин. Я джинсы раньше покупал, ходил по 5-6 магазинов. Очень тяжело было найти. А сейчас с первого раза. Пошли. Меня прикалывают такие люди. Не знаю, как вы к этому относитесь. Нормально или нет. Либо это адекватно, либо неадекватно. В общем, стоим мы на кассе. На кассе в Киабе. Работает две кассы. Люди покупают по многу. То есть там прям берут нормально. Две кассы работают и очередь образовалась. Мы стоим на первой кассе. На второй кассе стоит, ну, человек, который пробивает товар. И человек, который ждет в очереди. Мы, соответственно, стоим на кассе за человеком, который пробивает товар. То есть мы тоже вторые. И там человек, который ждет, тоже он получается второй. Вот. И приходит девушка. Встает в очередь на вторую кассу. Приходит продавец-кассир. Открывает третью кассу. Говорит, проходите в порядке очереди. Эта девушка стоит. Ну, я начинаю идти. Ну, как бы, не то, что я мужчина должен уступить и так далее. Но она стоит. И плюс она только пришла. А я уже стоял, ну, одно время уже в очереди. Ждал очередь. И я начинаю движение. И она мне, огрызаясь, говорит. Мужчина, сказали, в порядке очереди. Я говорю, а я что, не в очереди был? Я где, по-вашему, стоял? Я пришел просто так, что ли? Причем она только подлетела. И уже сразу мне тут что-то гавкает. Мужчина в порядке очереди. Я такой человек, что даже если открывается новая касса, и те люди, которые стояли в очереди на кассе, всегда пропускаю их, потому что я стоял за ними. Это правильно и честно. Ну, а такие говнолюди, извиняюсь за выражение. Ну, фу-фу-фу. Но она только подлетела. Я просто начинал делать движение к этой кассе. Она перебивает меня бегом. Мужчина, сказали, в порядке очереди. А я, блядь, где стоял? Что, куда сейчас? На домой. Опять магазин? Ну, почти, да. В общем, мы сейчас будем делать поки. На последние деньги. На последние поки. На последние поки будем делать поки. Мы уже дома. И сейчас будем готовить поки. У нас есть из ингредиентов рыба. Слабосоленая. Но мы ее подправили еще майонезом и шрирачи острой. Салатайсберг. Дальше авокадо. Кравые палочки. Огурец. Ананас. И порезали нори на вот такую соломку. Это сверху для украшения. Для соуса будет шрирачи менее острая. Вот такая вот. И соус унаги. Еще вот такой вот соус. Здесь что? Соевый соус. Вода. Сахар. Соль. Лайм. Сук лайма еще обязательно. Самый главный ингредиент. Ну что, давайте приступим готовить. Сейчас наложим в миске рис. Это самый главный ингредиент. И начнем собирать поки. Положили рис в мисочку. Примерно вот столько риса. Я люблю риса побольше. Тут любят рис поменьше. Тут без разницы с чего начать. Нам просто нужно выложить на рис салат. Заправить соусом. Соусами даже. И кушать. Давайте начнем с рыбы. Какая разница? Вот рыбка. Нам нужно сделать три поки. Поэтому. Ну вот. Где-то вот так вот распределим. Ну еще две. Ладно. Положу себе. Салат айсберг. Тоже вот так вот сюда выкладываем. Это у нас получается ананас. Берем авокадо. Авокадо начал немножко подветривать. Кравые палочки. Вообще можно готовить со всем. Что вам хочется. Что у вас есть в холодильнике. Готовить. На раз-два. Кравые палочки положили. И огурец. Здесь в этом огурце была шкурка не очень такая аппетитная. Поэтому мы ее решили просто снять. Все. У нас получилась рыба. Салат. Сладкая это ананас. Авокадо. Кравые палочки. Огурец. Сейчас заправим рис. Даже не рис. А вот так чуть-чуть этот соус. Который из сока лайма. Соли. Сахар по-моему и соевого соуса. Чуть-чуть поливаем. Рис должен это все пропитаться. Пропитается и будет вкуснее. Кстати, рис мы еще заправили заправкой для риса. Для украшения и для пользы витаминов. Вот так вот. Вулканчик делаем. Это нарезанные нори. Соус широче менее острый. И вот так вот чуть-чуть. Я люблю пострей. Ничего страшного. Я оттру потом все. И соус у наги. Делаем вот так вот. И еще вот так вот. Чтобы было посочнее. И фишка на этом всем. Это кунжут. Кунжут придаст пикантность. Вид. Ну и вкусовые ощущения. Очень прикольные. Кунжут много не бывает. Все потом перемешается. Наш с вами Поке готов. Вот так вот он выглядит. Как его есть решайте сами. Можно его в основном есть палочками. Можно есть вилкой. Но у нас палочек нет. Есть вилка. Но хочется как-то быть ближе к той тематике. Палочками кушать. Поэтому я буду есть шпажками. Вот такие шпажки. Острые. Ну это шампура я сказал. Для шашлычков. Что я делаю. Я просто. Вот так это всю красоту. Перемешиваю с рисом. Поке это вообще салат. Вот. И вот так вот. Просто кушаем. С рыбкой прикольно. Всем приятного аппетита. И до новых встреч. Пока.